всем привет продолжаем знакомиться с мифами различными легендами водяной также водник водяник водяной дедушка водяной шут водовик славянской мифологии дух обитающий в воде хозяин вот воплощение стихии воды как отрицательного и опасного начала водяные считаются типичными представителями славянской демонологии согласно легендам они являются падшими англами сброшенные богом с небес и попавшими водяное пространство хотя водяной имеет отдельный образ представление о нем часто сливались с русалками и черт как правило его представляли виде голого обрюзшего старика пучеглазого с рыбьим хвостом или восточнославянских мифов очень длинными ногами он опутан тиной одет в красную рубаху имеет большие окладистую бороду и зеленые усы возможно имеет звериные или рыбьи черты мог обернуться крупной рыбой зверем свиньей коровой самом щукой карпом большой черной рыбы во многих поверьях он выглядит как заросший шерстью черт с рогами или чудище серого цвета водяной может ездить верхом на крупном сами из-за чего эту рыбу называют чертовым конем он нередко обнаруживает себя громким хохотом смехом а в ожидании близкие жертвы может громко хлопать в ладоши считает что водяной любит глубокую воду живет в омутых водоворотах плыльях на заброшенных водяных мельницах причем особенно любит место возле колеса под мельницами или шлюзами на дне реки где у него есть свой дворец мельники предпочитают дружить с водяным иначе он может сломать мельничные колеса или испортить плотину чтобы он не напакостил ему раз в год приносит в дар черную свинью или другое животное за свои отношения к водяным мельники в восточнославянских поверьях имели недобрую славу народе верили что мельники продавали душу водяному а также что они заманивают на мельницу прохожих странников и сбрасывает их в омут или под мельничное колесо как раз там где обитал водяной иначе якобы водяной мог забрать их самих нужно сказать что мельники действительно проносили жертвы водяным кидая воду мертвых животных крошки хлеба а по праздникам выливая в воду вот по украине чтобы обезопасить себя от проделок водяного основание плотины закапывали лошадины черри белорусы верят что накануне крещения водяной приходит крестьянам и просят у них сани чтобы увезти своих детей из воды перед ее освещение у русских считалось что зимой водяной спит на дне реки просыпается 1 апреля голодным злым и поэтому ведет себя очень бурно ломает лед мучает рыбу белоруси при заморозках часто опускали подменичное колесо сала иначе водяной мог слезать с них смазку на русском севере считая что один их есть водяной царь старик палец и который может подниматься к нему в черные тучи и творить новые реки и озера его называют царь в воде водяник или водяной царь кстати удача рыболовов также находится во власти водяных старики до сих пор держится двух главных правил нарезать себе на шейный крест траву петров крест чтобы не изурочилась то есть не появился бы злой дух и не испортил всего дело и из первого лова часть его или первую рыбу кидают обратно в воду когда же у пасечников водяные считались покровительным чел повсеместно известен о быче ставит пасеку реки ночь на яблочный спас некоторые пчеловоды приносили водяному жертву бросали в пруд или болото свежий мед и водяной находился не в примиримо враждебных отношениях с дедушкой домовым с которым при случайных встречах неукоснительно вступает в драку с добряками домовыми водяные не схожи характером оставаясь злобными духами вот так вкратце конечно о водяном славянской мифологии дух который обитает в воде хозяин вод и воплощение стихии воды как отрицательного и опасного начала данные из википедии пока пока до свидания всего хорошего